Курсы верблюдотерапии и обучения верховой езде детей с ограниченными возможностями. Мастер-классы для сирот, общение с животными на ощупь. Эти и многие другие проекты мечтает реализовать новый директор Курского государственного цирка Наталья Шульга. О новшествах и строящейся гостинице для артистов расскажет моя коллега Екатерина Хузякова. Наталья Шульга родилась на побережье Черного моря в Сочи. В детстве писала стихи, вела программы для малышей на местном ТВ, а потом ее потянула в цирк. Наталья возглавляла сначала Ярославский, потом Новокузнецкий цирк, недавно вместе с трехлетней дочерью и мужем переехала в Курск. Меня повысили, скажем так. Хороший цирк, ему в общем-то и мне повезло. Замечательный цирк, самый лучший в системе Росгосцирка, Курский цирк, поэтому я себя чувствую здесь прекрасно. У Натальи много планов реализовать несколько социальных программ и запустить проект телецирк для школьников и студентов. Над Манежем уже установили самый большой в городе экран. Фильмы будут показывать, патриотические фильмы, фильмы о цирке, фильмы старые, которые любимые нашим зрителям, которых в общем-то иногда и по телевидению редко встретишь. Будут творческие встречи с создателями фильмов, с известными актерами, которые снялись в этих фильмах. Также новому директору предстоит завершить работы по трехзвездочной цирковой гостинице «Арена». При проектировании ушли все пожелания артистов. Просторные номера почти как квартиры, гримерные комнаты, надземный переход, через который можно будет попасть в Манеж. На первом этаже оборудуют ресторан. Остались некоторые помещения, в которых нужно провести отделочные работы и сделать благоустройство территории. То есть в общем-то само здание стоит, коробка стоит, инженерные сети подведены. 98 номеров на площади почти 8 тысяч квадратных метров. В отеле смогут останавливаться не только артисты, но и гости Курска, которые будут приезжать на представления из других городов. Открытие арены планируется на второй квартал 2017 года. А этой осенью курян ждет немало сюрпризов и уникальных встреч с легендарными дрессировщиками. В ноябре исполнится пять лет с момента, когда Курский цирк принял первых зрителей после реконструкции.